здравствуйте я продолжу вот такие короткие информационные пояснения к практикам связаны с мудрыми звуками и вот предстоит уже недалеком будущий курс чтобы человек понимал о чем идет речь как это работает с чем это связано и сегодня я хочу сказать вот несколько слов по поводу того насколько все-таки важно для нас может быть мы не замечаем этого но вот рука кисть является очень серьезным органом воздействующим не только на внешние предметы но и наше собственное сознание и когда мы поворачиваем допустим ладонь вверх или вниз или направляем наружу или к себе то это является конечно и более понятным жестом если человек контролирует он как бы больше вот так а если он приглашает больше может быть вот так или просит может быть если хочет оттолкнуть его прям останавливают таким образом и с другой стороны это играет значение и внутренние потому что поворот ладони может быть фактором скажем ориентации направления энергии внутри собственного тела или в каналах например если человек взаимодействует да я хочу сказать еще что когда человек работает с энергии то например в даотских практиках объяснялась реальность точки зрения того что вот мы живем на земле и земля уровень такой плотный материальный из неба более такие духовные воздействия влияния звезды солнце луна есть человеческий план и например если человек поворачивает ладони земле он начинает взаимодействие землю то есть можно энергии земли поднимать можно наоборот сбрасывать мутную энергию в землю вот если ладонь поднимается вверх либо она поднимает энергию вверх либо принимает энергию с неба к примеру если ладони друг другу то можно что-то вот взаимодействие устраивать или направляет наружу воздействие направляет на себя и так далее то есть положение ладони она играет достаточно такую активную роль если человек знает как это применять и это конечно же применяется в практике мудр в частности и применяется достаточно активно в цигун определенных школах когда человек начинает взаимодействовать с энергией среды и прямо впитывать ее допустим через поры или через каналы через какие-то ворота которые у нас есть ворота чакра ворота суставов и так далее и поэтому каждое такое движение она может иметь как символическое значение так и прямой энергетическое значение и поэтому например когда человек направляет на себя ладонь поворачивает к себе например а если на кого-то на другого то он может направить ладонь наружу чтобы энергия таким образом двигалась также играет значение в каком состоянии ладонь да то есть если она более такая вогнутая то энергия больше входит если она больше выпрямлена особенность открывается запястье то энергия больше излучается например воздействие идет то есть вообще говоря вот есть даже и такие тонкости положение ладони открывание закрывание вот запястья например и эти все приемы используются в той или иной мере когда человек занимается мудрыми пяти стихий до 5 стихий это вот 5 видов энергии которые являются основой нашей жизни по крайней мере согласно определенным представлением восточной медицины и поэтому если человек обычно делает это неосознанно или чистого для того чтобы оперировать какими-то предметами то он может делать это еще и осознанно для того чтобы скажем опять же осознанно управлять внутренними процессами направлять энергии и осуществлять действия собственной энергии и также на следующих этапах возможного действия работы для того чтобы помочь кому-то другому вот такой аспект еще у нас есть вот положение ладони и я хотел об этом сегодня рассказать на этом все я продолжу эту мини-серию в следующих выпусках спасибо